Всем привет, с вами Андрей, это NeoFamily, и сегодняшнее видео посвящено уникальной линии EGP-биологии 21. Суть этой линии такова, что в ней не нужно знать биологию, практически. В ней нужно логическим образом, исходя из предоставленных данных, выдать какой-то вывод. Данные могут быть таблица, текстовые данные, график какой-то. Вы должны, исходя из того, что у вас есть, выдать какое-то умозаключение. Найти правильное из пяти предоставленных, а точнее два правильных. Вроде звучит легко, потому что биологию знать вроде как не надо, ты просто логикой пользуешься и делаешь задание. Но, как мы видим, исходя из распределения баллов на экзамене, для такой средненькой группы по подготовке, 21 линия не шибко блистает относительно других сложных заданий первой части, за которые можно получить 2 балла. Мы видим, что тут как бы максимум 2 балла получают не слишком много ребят. И та же самая 20, 19, 18 линия, она более успешна. А там нужна по большей части биология. А в 21 биология не нужна. Нужна аналитика. И получается, что ребята в целом в аналитику не сильно лучше погружены, чем в биологию. На самом деле это очень важное задание, потому что оно позволяет как раз натренировать эту внимательность, натренировать способность анализировать данные, работать с данными. Это очень важно в науке, очень важно. Особенно если вы идете там на врача или на биолога, вы должны тренировать свою внимательность и формировать такое скептическое отношение к любым данным. И особенно к их отсутствию. Потому что на основе этого вы будете уже формировать какие-то эксперименты, условия для эксперимента, ставить отрицательные контроли. Если у вас такое пренебрежительное отношение к данным пойдет еще и со времен школы, то вы не сможете быть хорошим ученым, например, или хорошим врачом. Поэтому 21 линия, она очень важна и очень важно ее грамотно решать, уметь. Это, благо, сделать несложно. Если вы посмотрите это видео до конца, то у вас как бы проблем с этим не будет. Потому что, ну, объективно научиться мыслить, это не супер сложная история, если это касается конкретной линии в конкретном экзамене. По жизни, да, но здесь все достаточно просто. Давайте рассмотрим, вот для примера, самое сложное задание 21 линии, одно из самых сложных, которое вам может попасться, в принципе, на ЕГЭ. Нам в данном случае дан график, в котором распределены уровни тестостерона в слюне у девочек препубертатного возраста. Нам дан классический график, у которого есть по вертикальной оси частота, а по горизонтальный уровень тестостерона в наномоль на литр. Если мы анализируем график, мы видим, соответственно, что для разных уровней тестостерона у нас выделены разные частоты, встречаемости, судя по всему. Потому что это распределение уровней у девочек до подросткового периода. И получается, что у нас, например, у девочек, у которых уровень тестостерона вот находится плюс-минус вот на таком уровне, да, то есть чуть-чуть меньше, чем 0,04, их как бы большинство относительно других, там чуть-чуть больше четверти. Простой график, ничего сложного в нем нет. Давайте решать задание. Первый совет, который я вам хочу дать, выключайте биологию и включайте логику. Это позволит вам убрать все самые нелогичные варианты ответа, которые у вас могут быть. Совет номер два. Всегда в этом задании два правильных ответа из пяти. Соответственно, вы можете очень эффективно использовать метод исключения. Давайте читать. С возрастом концентрация тестостерона в слюне девочек изменяется нелинейно. Совет номер три. Как делать это задание? Вы буквально читаете его по словам. Давайте. Первое слово. С возрастом. Нам дан график, я напомню, распределение у девочек препубертатного возраста, то есть одного и того же возрастного периода. А нам в задании говорят, с возрастом концентрация изменяется. Тут сразу же что-то нелогичное, да? То есть как нам этот график показывает возрастные изменения? Он показывает распределение тестостерона у какой-то конкретной группы возрастной, но не у разных возрастных групп. Соответственно, первое мы сказать вообще не можем. Согласны? Согласны. Идем дальше. Нормальный уровень тестостерона в слюне девочек препубертатного возраста составляет 0,03-0,04 моль на литр. Читаем. Нормальный уровень тестостерона. Вроде бы как нам указан, типа, если пойдет речь вот об этом уровне, да, то в принципе речь идет о нормальном уровне, потому что он в большинстве, у большинства. А нормальный по определению это свойственно большинству. К слюне девочек препубертатного возраста, да. Дело про слюну, дело про девочек препубертатного возраста, все хорошо. Составляет 0,03-0,04 моль на литр. 0,03-0,04 моль на литр. Угу. Опа! А мы смотрим. Моль на литр. А нам дана информация наномоль на литр. И это неправда, потому что здесь нужна буковка N, потому что это совершенно другая величина. Видите, вот одна буква может полностью испортить пункт. Он не подходит, потому что нам буквально даны неверные данные. Дозировка, единицы измерения тоже очень важно грамотно искать. И это в том числе проверяют составители экзамена. Я считаю, что это полностью правильно, и вам нужно тренировать такую насмотренность. Читаем дальше. У девочек-подростков концентрация со стороны слюней не превышает 0,08 наномоль на литр. Отлично. Единицы измерения те, что нужно. В принципе, 0,08 они вот здесь, вот да. И вроде бы как, да, не превышает. Давайте читать по словам. У девочек-подростков. Опа! Подростки. А нам даны препубертатного возраста, девочки. Препубертатный – это доподростковый, потому что подростковый – это, ну, пубертат. Соответственно, препубертатный – это доподростковый возраст. Соответственно, 3 нам не подходит, потому что не та возрастная группа. Итого нам здесь подходят 4-5. Тупо методом исключения сделали. Давайте удостоверимся. Уровень тестостерона вот такой вот. Имели около 2% исследованных девочек. Ну, в принципе, да. То есть 2% где-то здесь. Плюс-минус он там вот такой, да. И большинство девочек при пубертатном возрасте имеют концентрацию тестостерона от 0,02 на 0,05. 0,02 примерно здесь. 0,05 примерно здесь. Ну, да. Да, график об этом и говорит. Собственно, 4-5 здесь подходит. Вы также, конечно же, на экзамене прочитаете в слово в слово и убедитесь, что там все хорошо. Вот. Поэтому это было одно из самых сложных, хоть одно из самых завальных заданий, которые на нашей платформе постоянно ошибаются. Чаще всего из-за того, что вот в пункте 2 у нас буква N пропущена. И из-за этого люди... Это люди не видят. Поэтому 21-я линия. Вырубаем биологию, включаем логику. Значит, читаем по словам. Пользуемся методом исключения. И перепроверяем себя максимально. Вот и все. Особенно на всякие единицы измерения обращаем ваше внимание и так далее. И все было бы хорошо, замечательно, да. Вроде бы как биология здесь не нужна. Если бы в ЕГКР этого года, 2024-го, не появилось бы задание 21-й линии, где нужно для его выполнения знать биологию. Причем так, нормально знать биологию. Не каждый знает этот факт. О чем я говорю? Смотрите, дали нам таблицу. Таблица физиологические нормы температуры, пульса, частоты дыхания. Даны виды животных. Температура их средняя, пульс средний и частоты дыхания. Окей. Давайте решать задание. Среди исследуемых парнокопытных животных наименьший пульс имеет лошадь. Что бы сделал ученик в стандартной ситуации? Он бы начал смотреть пульс. Начал бы искать наименьше. Вот он наименьше 30-45. Опа, лошадь. Лошадь, правда, среди исследуемых парнокопытных животных наименьший путь имеет лошадь. Да, согласен. И потерял бы балл. Почему? Потому что лошадь это не парнокопытное животное. И если вы это не знаете, то вас легко обмануть в данном задании. Если у вас появляются какие-то новые слова, да, новые данные, нигде здесь еще не было слова парнокопытное, а вы его впервые встречаете. Вы при прочтении предложения должны на него наткнуться и сразу же задать себе вопрос. Правда ли они являются парнокопытными? Что-то похожее было в прошлом задании, где нам дали слово новое, да, девочки-подростки. Нам вообще слово подростки не давали в графике или в условии задания, да. И, кстати, еще один совет, связанный с выполнением задания. Читайте вот это название графика, да, название того, что вам дано. Часто именно здесь кроется ответ на ваш вопрос. Иногда игнорируют эту ситуацию, да, это вводные данные тоже, те же самые, что и сама таблица. Это очень ценная информация. Вот. Нам дана была инфа, что это подростки. Вот. И вам как бы нужно было подумать, так, а вроде не было слова подростки, а ты точно подростки? Тут то же самое, вроде не было слова парнокопытное. Лошадь не парнокопытная. Поэтому это неправда по определению, пункт один. Мы его не выбираем вообще. Дальше. Средние значения температуры пульса и дыхания у детенышей выше, чем у взрослых организмов. Если мы посмотрим на график, действительно, у теленка у нас будет выше, чем у здоровой коровы огромной, да. У ягненка выше, чем у овцы. У поросенка выше, чем у свиньи и так далее. Здесь по парам животные представлены, да, детеныши и взрослые. Так что да, это нам подходит. Дальше. Частота дыхания исследуемых взрослых жвачных животных не превышает 30 единиц. Если мы смотрим на график, да, то у нас есть, получается, корова, у которых 30, получается, единиц, да. Если мы говорим про взрослых жвачных. В принципе, здесь среди взрослых животных, как таковых, нет вообще никого, у кого была бы там больше 30 единиц частота дыхания. Поэтому, в любом случае, здесь даже не нужно знать, кто жвачный, кто не жвачный, да. У нас в любом случае нет того, кто бы превысил 30 единиц среди взрослых. Поэтому, да, очень важно тоже этот момент здесь учесть. Вот. Ну и получается, 4,5 нам не подходит. Давайте это докажем. Значит, пульс детенышей мелкого рогатого скота, представленных в таблице. Мелкий рогатый скот, да, опять нам говорят, это всякие овцы, козы. Детеныши, овец и коз, это, получается, ягнята и козлята. Пульс детенышей изменяется больше, чем на 30 ударов в минуту. Если мы смотрим на ягненка, у них пульс изменяется на 20, а у козленка на 30. Нам сказано, больше, чем на 30. Ну, у одного вообще меньше, а у другого как раз на 30 изменения пульс идет. Так что тут нам не подходит. Ну и вот. И в процессе роста животных температура тела повышается. Нам это совершенно не сказано. Вот. Но даже если мы посмотрим на наш график, то как бы, ну, технически мы не... А, нам не дано это, потому что у нас даны только младшие, да, и старшие. А процесс роста происходит бесконечно. Он происходит до самой смерти, от самого рождения. Соответственно, мы не знаем точно, корова там выросла, например, за год, у нее увеличилась температура. Нам это неизвестно. Поэтому 5 нам тоже, конечно же, здесь не подходит. Слишком общее заявление для всего там двух предоставленных данных относительно двух организмов. Видите, в данном задании в том числе надо понимать, кто такие парнокопытные, кто такие телята, что они являются детенышами коровы, да, что ягненки являются детенышами овец и так далее. То есть немножко пробирается. И в этом году стоит ожидать вот такого вот полномерного усложнения 21 линии. И очень важно правильно все равно использовать механизмы анализа данных, которые универсальны в любом случае. Так что, что в предыдущем задании, что и в этом задании, вы докапываетесь до каждого слова и пытаетесь понять, правда ли это. Ну и если встречается что-то новое, да, вы должны понять, а относится ли оно вообще к такому графику или типу информации, что вам предоставлено. Особенно это касается вот таких вот приколов типа парнокопытных. Вот. Давайте немножко потренируемся на обычных заданиях из Рохлова, которые могут, которые встречались, например, в прошлом году на экзамене. Да, потому что то, что мы сейчас с вами делали, это жесть. Да, это то, что, скажем так, вряд ли конкретно у вас встретится. Так что не думайте, что вот нужно готовиться прям точно к такому. Готовиться нужно к такому, но все равно, скорее всего, у вас будет вот что-то типа такого. Давайте решать. Нам дана динамика заболеваний анемии для мужчин, женщин и отдельно для категории беременные в разные годы. 13, 14, 15. Таблица понятная до боли. Давайте смотреть. Среди тех, кто страдает от анемии беременных женщин больше всего, ну, в принципе, так-то это да, так-то нам, в принципе, это сказано, да, поэтому один нам подходит. Почему нет? В конце 13-го года появилось новое лекарство. Нам это из графика совершенно неизвестно, какое лекарство, к чему это, да. Количество заболевших всеми типами анемии уменьшается с каждым годом. Вот мы не знаем про типы анемии. Во-первых, это нас настораживает, да, вот все типы анемии. Но, тем не менее, тем не менее, в принципе, каждый год характеризуется тем, что все меньше и меньше и меньше. Нам не указано типа анемии, поэтому, скорее всего, здесь указаны все анемии, да, заболеваний анемиями. И тут, получается, количество заболевших анемиями всеми типами уменьшается. И действительно, оно уменьшается с каждым годом по всем категориям. Поэтому, да, правда, но если потом будет более подходящий пункт, мы посмотрим, что выбрать в итоге, потому что правило исключения 2 из 5. При беременности часто наблюдается дефицит железа. Совершенно нам абсолютно неизвестно, ничего про железо нам не сказано. И беременность всегда риск для здоровья, но тоже прекрасный лозунг, только он никак не подходит нам, короче. Ничего, не можем сказать. No comments. Поэтому здесь ответ у нас 1.3. И мы его вывели, исходя из того, какие данные у нас есть. Вот. Вот другое задание, например. Изменение площади урбанизированных земель в одном из городов Китая с годами. Мы видим, что вот годы и вот территория урбанизированная. То есть, которая под городскую структуру подготовлена, в которой всякие магазины открыты, дороги проложены и так далее. Вот. И, соответственно, мы видим, что площадь урбанизированных территорий в Китае увеличилась. Первое. Площадь урбанизированных земель постоянно увеличивается. Ну, в принципе, да, но не то чтобы постоянно. То есть, нам сказали с 90-х по 9-й. А что если с 9-го оно начинает падать, да? То есть, что значит постоянно? Пока что такой себе пункт, давайте его пока оставим. Административная площадь города постоянно увеличивается. Ну, типа, нам не сказано конкретно, какие площади городов увеличиваются, поэтому нет. С 4-го по 9-й год скорость роста урбанизированной площади увеличилась. Давайте смотреть. У нас, получается, здесь было 155, стало 220. Примерно, получается, разница в 60. Плюс-минус, да? Ну, там, 65. А здесь у нас разница была как раз 30, да? Ну, плюс-минус тоже 30, 20. Технически можно сказать, что увеличилась, да? Скорость. Можем так сказать. Население постоянно увеличивается. Нет, нам дано исключительно площадь. Нам дана исключительно площадь, поэтому это нам не подходит. И нагрузка урбанизированных территорий на окружающие средства постоянно раздет. Это тоже нам не дано совершенно. Нам дано исключительно, что вот увеличилась площадь. Что она делает дальше с природой, нам этой задании не дано. Поэтому здесь методом исключения нам все-таки приходится выбрать пункт 1. И, ну, действительно, относительно драфика мы видим постоянное увеличение. Да, нам не дано, что было до 90-го года и что было после 9-го года. Но, судя по тому, что в данном задании мы видим, нам это особо и не надо. Мы выбираем методом исключения, исключая точно неподходящие пункты. И этот, в том числе, этот метод, который вы должны использовать обязательно, да? Иногда некоторые пункты могут быть для вас нелогичными, но относительно других пунктов они являются наименьшим злом, скажем так. Вы их выбираете. Вот, ребят, я в описании создал для вас специальный тестик из 15 заданий с возрастающимся уровнем сложности. Можете порешать. Там самостоятельная проверка, куча пояснений. Тест будет на нашей платформе, конечно же. Порешайте, закрепите, пожалуйста. Ну и, там, старайтесь раз в недельку хотя бы плюс-минус, там, пару-тройку заданий и 21 линий решать. Потому что, как вы видите, исходя из графика, в ней ошибаются. Да, она не является какой-то спасительной линией. Хотя она очень легкая и требует минимальных знаний биологии. Также в описании к этому ролику у вас будет телеграм-канал замечательный наш биологический, где куча мемов, поддержки, опросов. В принципе, я туда свою жизнь выкладываю, поэтому, если вам интересно на NewFamily, заходите в описании, ссылочка на ТК-канал, и я вас буду ждать. Вот, я с вами прощаюсь. Меня зовут Андрей, это онлайн-школа NewFamily. Готовьтесь к гипобиологии, будьте смелыми, все у вас получится. Пока-пока, буду ждать вас в телеграме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!